Слово «Паноптикум» означает «собрание необычных вещей». Москвич Влад Корнеев открыл в Берлине свой дизайн «Паноптикум» или «Сюриальный музей индустриальных объектов». Этот маленький музей часто попадает в подборки самых необычных и интересных мест Берлина. Хотя Влад Корнеев не вкладывается особенно в рекламу. Говорит, посетители сами его должны найти. Люди его находят и оставляют великолепные отзывы в TripAdvisor, из-за чего вереница посетителей не оскудевает. История сюрреального музея индустриальных объектов началась почти 10 лет назад. В итоге я понял, что вот эти все индустриальные, функциональные, технические, тяжелоработающие объекты, они как-то не презентированы в нормальной жизни. То есть есть технический музей, но он сухой. То есть люди заходят, там табличка, он даже не думает, что такое прочитал табличку, идет таким королем-клиентом, что он все знает. Тут как бы почему сюрреальный, да? То есть я захожу через другую дверь, я захожу через дверь фантазии, я захожу через дверь того, что таблички нет. Люди видят, что это что-то интересное, ни хрена не понимают, начинают интерпретение. Я еще это слегка моделирую. И в конечном итоге у человека, он стоит 5 минут или 10 минут, или там полчаса перед какой-нибудь штуковиной, у него в голове происходят такие процессы, которые в техническом музее не будут происходить, поскольку там табличку он уже прочитал, а через 2 минуты забыл, да? В своей прошлой жизни Влад Корнеев сначала был коммерческим фотографом, а потом начал заниматься художественной фотографией. Однако быстро понял, что для того, чтобы зарабатывать на искусстве, нужно вести образ жизни, который ему не подходил. Тут я решил стать независимым. И тут я подумал, ну как я могу стать независимым? Я был там, когда я собирал реквизиты для своих объектов, я был там на всяких барахолках, и я видел, ага, вот эта штука на барахолке стоит 5 евро, а в магазине я такую же штуку вижу за 500 евро, потому что это имя какого-то известного дизайнера, там в журналах стоит, что если ты купишь эту штуку, ты будешь самым крутым человеком в мире. И так я думаю, ну а что мне, что я независимым, я открою свой маленький магазинчик с винтажными штуковинами. Я это сделал, и в принципе пошло очень хорошо, но мне потом, то есть после того, как я там первые 2-3 года, я просто испытывал такое полнейшее удовлетворение, когда я в какой-то помойке вытаскивал какую-то фиговину, мыл ее, чистил, чуть-чуть натирал, выяснялось, что это еще какой-то, я наношал там ножку стола какого-то от Эймса, ставил ее в магазин, а эта штука уходила за 300 евро, я испытывал какое-то удовлетворение, думаю, круто, да, люди выкидывают, но потом это быстро прошло, и я как бы не торговец по натуре, то есть мне каждый раз, когда я вещи продавал, мне было жалко. Посетителям Влад Корнеев устраивает индивидуальные экскурсии, на это время он закрывает музей, чтобы не отвлекаться на заходящих. Если вы пришли в дизайн-паноптикум и натолкнулись на закрытую дверь, пожалуйста, подождите, через некоторое время вам откроют. Понимаю, что окей, этим людям будет интересно послушать, а есть люди, которые так переполнены собой, что уже туда ничего не помещается, и они уже заходят, уже там три слова, они сказали, что он уже ни к тебе не говорит, просто говорю, дай плати, ну, там, я тебе потом, если вопросы, до свидания. А если люди приходят, они как губка хотят что-то впитать, им интересно, как правило, естественно, чем моложе люди, тем больше они как бы слушают, да, чем люди старше, они уже там, ну, уже там изнашиваются какие-то учибельные механизмы. Поэтому я как бы, в принципе, сейчас уже так работаю по ситуации. То есть если приходят люди, которым интересно, которые как бы с удовольствием всё послушают, и я им провожу экскурсию, она может длиться там, я не знаю, сколько там, 20-30 минут. Через нашу программу Влад Корнеев просит передать, что музей продаётся, правда, только целиком. Но пока этого не случилось, Влад Корнеев будет честно проводить в нём экскурсии для всех желающих. В принципе, этот музей для меня с моим маленьким бюджетом, я не сижу на газовой трубе, да, то есть я пришёл сюда с маленькой сумочкой, и как бы для меня этот интернет, там, 15 лет назад, eBay, вот эта вот всё, торговля онлайн, она только зарождалась. И я как бы попал в вот эту струю, поскольку я искал себе реквизиты, и я очень быстро стал понимать, что, ага, вот эта вещь стоит, вот у тебя есть шанс её купить, цена кажется большой, но если подумать, она маленькая, нажал на кнопку – всё, она твоя. Не нажал на кнопку – через три минуты её купил кто-то другой, да. Вот в этой ванне посетители музея любят делать фотографии и выставлять их в социальные сети. Хэштег «Дизайн Паноптикум Берлин». Александр Хоботов, Тармо Король, Иван Павлючков. Специально для программы «Кофе Плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова